Александр регулярно гулял здесь с семьёй. Спасительная тень от могучих деревьев была особенно приятна в последние жаркие дни лета. Но три дня назад тополя спилили, а на их месте выросла груда ветвей. Утраченного, конечно, не вернуть, но Александра беспокоит судьба этой территории в целом. Недавно гости из Питера приезжали. Мы их именно сюда привели, сказали, смотрите, какие классные деревья. Мы сказали, да, у вас круто, что сохранились. И прошла буквально неделя, и их спилили. При том, что на соседней площадке тоже снесли котельную, и третий месяц стоит просто забор, и никакие работы не проводятся, тоже обещали благоустройство. Боимся, что тут как бы тоже не получилось так, что спилили деревья, и на этом конец. Как рассказывает Александр, деревья выглядели здоровыми. Если некоторые ветви и представляли угрозу, то можно было произвести санитарную опиловку. Кроме того, городские службы не торопятся наводить за собой порядок. Если вот запланировали какие-то работы, лучше как бы их делать комплексные и до конца. То есть вот пути, проходы, а тут, видите, натоптано прям так хорошо, тут много людей ходит. Один и там второй, они все завалены, и уже три дня больше уже на четвертый пошел. Мы здесь не можем пройти. То есть, чтобы обойти, это вот по проезжей части надо идти, а зачастую с ребенком идешь, и как бы не очень это удобно. Местные жители, в своем мнении по поводу вырубки деревьев, разделились на два лагеря. Кому-то надоел тополиный пух, а другим нравилось отдыхать в тени этой аллеи. Правильно сделали, что они здоровые стояли. Тут можно красиво что-то делать. Посмотреть, какая площадка большая. Тут можно все сделать. Чего они деревья стояли-то? Говорят, лежат уже третий день. Да. Лежат третий день, и никому ничего не нужно. Как вы к этому относитесь? Плохо как. Работа началась, значит, должна быть закончена. Деревья надо было не так спиливать. Надо было просто пилить, чтобы, так сказать, безаварийные были. И все. Потому что новых никто не посадит. Я сомневаюсь. Я небольшой специалист в дендрологии, науке о деревьях. Но могу предположить, что тополям за моей спиной было никак не меньше полувека. Были они аварийными или нет, мы разберемся, когда позвоним в специальные городские службы. Но обидно, даже если на месте этих тополей посадят новые саженцы, большой тенистый крон, и от них придется ждать очень долго. За подробной информацией мы обратились в городской комитет благоустройства. Общественное пространство Тамбов-4, границы домов 5, 11, 12 и 14, в этом году будет благоустроено в рамках регионального проекта дворы Тамбовщины. Сейчас там ведется подготовка к этой работе. По просьбе самих жителей, совместно с активом дом номер 5, специалисты комитета обследовали эту территорию на наличие аварийных деревьев. Всего таковыми были признаны 11 деревьев. Каждому более 40 лет. Как нам сообщили в городском комитете, на всех обследованных деревьях обнаружили трещины и гнение сердцевины. Из 11 деревьев уже успели вырубить 6 тополей. Здоровые деревья во дворе трогать не будут. На месте больших тополей высадят липы, рябины, вязы, кизильник, а также создадут живую изгородь из кустарника длиной 220 погонных метров. Ветви с территории обещали вывести. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.